Это программа День с Толком. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Порывы ветра ломают деревья. Водители просят быть предельно осторожными на дорогах. Сразу два штормовых предупреждения действуют на территории края. 8 сантиметров до захода воды в дома. Зато не обостряется паводковая ситуация. Опасен ли флирт? Новый интригующий штамм коронавируса уже доставил неприятности москвичам. Какова обстановка в нашем крае? В Алтайском крае действуют сразу два штормовых предупреждения из-за непогоды. Во-первых, усилился ветер и по прогнозам МЧС его порывы могут достигать местами 27 метров в секунду. Во-вторых, ожидаются ночные заморозки до минус 4 градусов. В связи со штормовой погодой госавтоинспекция Барнаула просит участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а пешеходам переходить дорогу, только убедившись, что все машины ее уступают. К слову, сегодня утром на Павловском тракте в результате ДТП травмы различной степени тяжести получил 14-летний подросток. На нерегулируемом пешеходном переходе его сбил 63-летний водитель. Из-за штормового ветра в Барнауле уже упало несколько деревьев. Чудом обошлось без жертв на Георгиево в районе 9-й взрослой поликлиники. Здесь упал тополь, перекрыв движение. Еще одно дерево упало во дворе дома по адресу Антона Петрова 241. На середину сегодняшнего дня в крае действовали сразу два штормовых предупреждения из-за порывов ветра и ночных заморозков. Тепло в Алтайский край, по прогнозам, придет только 4 июня. Воздух прогреется до 21 градуса. Примерно в этом диапазоне и будет находиться весь июнь. А между тем, некоторые люди страдают от непогоды, находясь в жилых помещениях. По-настоящему немайский холод, отсутствие отопления, а также горячие воды у некоторых горожан в квартирах создают довольно дискомфортные условия. Непогода и большое количество осадков досаждают не только людям, но и постройкам. Например, в барнаульской женской консультации на Шукшина-9 от дождя разваливается перекрытие потолка. В селе Николаевка Поспелихинского района здание школы, которая требует капремонта, тоже пострадало. Во время дождей крыша протекает внушительно с третьего по первый этаж. Кстати, близлежащий Бийск тоже заливает осадками. На дорогах реки дождь идет, машины плывут. Дождь внутри квартиры накрыл одну из барнаульских семей. В их доме на днях начали капитально ремонтировать кровлю. В итоге, после очередного ливня в квартире женщины обвес натяжной потолок и нет света. При этом, уверяют люди, местная управляющая компания просто бездействует. В ситуации разбиралась моя коллега Мария Костылева. Вчерашнее утро жительница дома по адресу 40 лет октября 19 Наталья Перязева называет, откровенно говоря, недобрым. Череда сильных дождей спровоцировала течь крыши, которую недавно начали капитально ремонтировать. Но теперь капремонт, похоже, нужен и внутри помещений. У Натальи сначала потекло в зале, затем в ванной и на кухне. Натяжной потолок от скопившейся воды глубоко провис. Вот это все, естественно, самой не пройдет. То есть, я звонила в организацию натяжными потолками. Они сумму не говорят, потому что говорят, это нужен демонтаж. То есть, вода сливается, это все сушится, потом заново натягивается. Ну, то есть, даже не могут примерно сказать, какой ущерб это все составляет. Солнце заходит, приходится доставать фонарь. Свет не горит, опасно. При этом, говорит Наталья, сотрудников УК обслуживающий дом пришлось ждать долго. Трудники в ЖЭО письмо написали подрядчику. Написали письмо в комитет ЖКХ. Созвонили с подрядчиком. Подрядчик сказал, что накрыл крышу. Ввязывались с подрядчиком. Написали письмо региональному оператору. Они принимают меры. Течь с провисшего от дождей потолка, отсутствие освещения, жалуется женщина. Не единственные беды, которые случились с наступлением ремонта кровли дома. Еще помимо того, что у меня затопление в связи с ремонтом кровли, у меня повредили стояк. Когда была вода в отопительной системе, все просто потекло. Они после того, как я сказала им это, они быстро слили воду и все на этом. У ответственных за капремонт мы решили узнать, будут ли они оказывать какое-то содействие в решении проблемы. Сегодня наш подрядчик выезжал на объезд, заходил в эту квартиру. Там они приехали вчера туда. Да, они закрывали над квартирами. Подрядчик приехал для того, чтобы слить воду с жирного потолка. Но, по словам Натальи, к ней приезжали только из УК. Из фонда капремонта не было никого. Сотрудники управляющей компании составили акт осмотра квартиры. Это поможет возместить убытки. Но когда это произойдет, вопрос открытый. Известно лишь, что капитальный ремонт кровли завершат к августу. Если убытки не возместят своевременно, говорит пострадавшая, она обратится в суд. Мария Костолева, Владислав Ковалев. День с толком. Вода наливную дамбу из-за угрозы подтоплений возвели в Барнаульском затоне. Уровень воды там уже на 12 сантиметров превысил критическую отметку. На сегодня подтоплено больше 80 приусадебных участков. Если большая вода прибавит еще 8 сантиметров, то она зайдет в жилые дома. Об обстановке в микрорайоне, жители которого находятся в тревожном ожидании, расскажет Данил Кузнецов. Находимся в микрорайоне Затон города Барнаула, где происходит укрепление береговой линии водоналивными дамбами в целях противопаводковых мероприятий, чтобы не допустить подтопления жилых домов, которые находятся в прибрежной зоне реки Аби. Длина установленной водоналивной дамбы 100 метров. Возвели ее на улице Озерной. В общей сложности в Затоне построено 500 метров защитных валов и еще 2 километра обновлено. Это помогло снизить угрозу подтопления 40 приусадебных участков. Спасибо МЧС, что заботятся в людях. Но подтопленными на данный момент остаются более 80 участков и 7 дорог. Уровень Аби превышает критическое значение на 12 сантиметров. В дома вода не зашла, но если ее уровень повысится еще как минимум на 8 сантиметров, все может быть. Местные жители, по словам главы администрации, не переживают, а спокойно готовят лодки и сапоги. Жилые дворы администрация обходит регулярно. Проверяем количество проживающих в домовладениях, уточняем их и составляем списки по категориям граждан. То есть это маломобильные жители, которые имеют инвалидность, семьи с детками до года, беременных женщин. Но чтобы в первую очередь начать эвакуацию с этой категории граждан. В Затоне дежурят спасательные бригады и полиция. Также, по официальной информации, для местных подготовлено три пункта временного размещения. Но желающих эвакуироваться, говорят в администрации, пока что нет. Однако, по прогнозу синоптиков, в ближайшие дни снова будут идти дожди. И это может ухудшить ситуацию. Добавим, еще одна опасная точка на карте края у села Усть-Черыш, усть Кристанского района. Даню Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Лихорадка и мышечные боли, пожалуй, основные симптомы нового штамма коронавируса, который недавно дошел и до России. Насколько опасен флирт? А именно такое название ему дали? Фиксирует ли новый штамм на территории края? И кто сейчас пациенты ковидного госпиталя? Расскажем в сюжете. GN1 Цербера теперь флирт. Это самый известный из последних штаммов коронавируса. В сравнении с Цербером название нового, мягкое и даже интригующее. Эксперты говорят, его выбрали по элементам структуры штамма, по начальным буквам аминокислот. Впрочем, и большой опасности вирус не несет. На самом деле, так, чтобы в этом новом варианте вируса видели значимую угрозу гарантированную, такого, к счастью, нет. Ни его вирулентность, ни его заразность не увеличились. Это просто очередной вариант омикрон. Московские эксперты называют штамм разновидностью интересной для специалистов, по причине его появления не в осенне-зимний период, а ближе к лету. В центральных регионах страны после майских праздников отметили рост заболеваемости ковидом, в том числе нового штамма. В нашем регионе штамма флирт пока нет, да и ситуацию с коронавирусом. В региональном Роспотребнадзоре называют стабильной. На территории Алтайского края в настоящий момент идет снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Еженедельно регистрируется в среднем около 200 заболевших. Ну, каждый день это приблизительно 30-35 человек. На койки ковидного госпиталя сейчас поступают в основном те, у кого есть серьезные хронические болезни. Ковид лишь усугубляет их течение. По данным Роспотребнадзора, в регионе по-прежнему тестируют на коронавирус всех, кто болеет с высокой температурой и есть подозрения на пневмонию. При желании можно поставить и профилактическую прививку, правда, за свой счет. Ажиотажа на вакцинацию нет. Прививают новой вакциной Конвоцел. Эпидемиологи говорят, она адаптирована ко всем штаммам ковида, которые, к слову, продолжат появляться. Это процесс постоянный. И, с другой стороны, надо понимать, что он абсолютно точно, с большей вероятностью, точнее, он необратимый. И другое дело, как часто мы с вами, как обыватели, получаем эту информацию. Вот в данном случае придумали очередное название, несколько отличающееся от того, что было раньше. Ну, вот обратили на это внимание. Ковид все еще опасен. Но уже в этом году, по словам главного инфекциониста страны, вирусолога Николая Малышева, коронавирусная инфекция станет сезонной болезнью. Пока статистика этому противоречит. К примеру, на 29 мая в Москве, по данным интернет-порталов, заболеваемость ковидом за неделю, и это в преддверии лета, выросла на 54%. Среди прочих, зарегистрировано и 178 случаев штамма флирт. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев, День с толком. Лучшую швею Сибири выбирают в Барнауле. Конкурс профмастерства между сотрудниками сферы легкой промышленности проводится в Алтайском крае уже не первый раз. Но в этом году он значительно вырос по географии участников. Они не только из нашего края, но и из пяти других регионов федерального округа. За борьбой швейных дел мастеров следила наша съемочная группа. Игла, прострочка, обметка, утюжка. Со всем этим на «ты» не только женщины, но и мужчины. Нетипичный представитель профессии швея Артем Гороган решил принять участие в конкурсе профессионального мастерства лучшей по профессии 2024 в номинации «Лучшая швея» по Сибирскому федеральному округу. Мужчина надеется на свой опыт и профессионализм. Сейчас у Артема свой бренд одежды, но начинал он с малого. 15 лет назад я себе, любимые мои брюки, пришлось вывернуть наизнанку, потому что они от солнца выгорели классические. Я их сам взял, разобрал и сшил иголкой и ниткой. И как бы никто не поверил, что я их сделал вручную. После этого мне это все понравилось, как бы заинтересовала эта идея. Я купил себе профессиональную книгу по кройке, шитью и конструированию мужской и женской верхней одежды. Изучил ее и таким образом стал кроить, то есть стал конструировать, моделировать изделия. Мужчина по образованию сварщик, но профессию по призванию освоил самостоятельно. На сегодня проблема нехватки швей присутствует во всех регионах страны. В крайнопроизводстве в отрасли легкой промышленности работает порядка 2000 швей. С целью привлечения внимания к специальности накануне профессионального праздника работников сферы проводят двухдневный форум. На нем обсудят актуальные вопросы и обменяются опытом. Но основное мероприятие – это все-таки конкурс. На него приехало 19 участников из пяти сибирских регионов. Здесь машинка прямострочная и обмёточная машинка, и сразу она истачивает и обмётывает, и утюжельное место. Приятно здесь находиться, все на высоком уровне, все современно, оборудование совершенно новое, и приятно поучаствовать в этом конкурсе. Конкурсанты выполнили два задания – теория, 30 вопросов, и практика – изготовление комплекта швейных изделий, блузы и брюк из материала двух цветов. На выполнение практического задания отведено пять часов. Экспертная группа большее внимание будет уделять качеству. Это, прежде всего, соблюдение техники безопасности, это правильность организации рабочего места, это грамотное использование инструментов и приспособлений, грамотное выполнение трудовых приёмов, конечно же, это качество стежков, качество строчек. И в этом году появился новый критерий оценивания – это использование полного комплекта маркировки и правильность размещения маркировочных знаков. Вручение наград победителям и призёрам конкурса состоится завтра. Тройку финалистов ждёт денежный бонус – 180 и 60 тысяч рублей. Также разыграют подарочные сертификаты и профессиональную швейную машину. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Юбилейный краевой конгресс предпринимателей проходит в Барнауле. Почти 10 дней его участники обсуждают вопросы создания, продвижения и развития своего дела. А также ищут пути решения актуальных проблем, которые возникают при ведении бизнеса. Продолжит тему Данил Кузнецов. Юбилейный, десятый по счёту, конгресс предпринимателей Алтайского края объединил свыше сотни участников со всего региона. Программа недельного мероприятия подстроилась под современные проблемы малого и среднего бизнеса. Здесь и разговоры о последствиях от возможного введения прогрессивного налогообложения, разборы подводных камней, семейного дела и госзакупок, которые сейчас набирают популярность у ИПшников. Затронули участники и тему развития креативной индустрии. И, собственно, весь запрос, такой внутренний, как предпринимательский, так и жители нашего региона, города, он в том, чтобы попытаться и надеяться собрать сообщество сильное, креативное, креативных предпринимателей, для того, чтобы развиваться либо в рамках какого-то пространства уже, и создавать невероятные вещи для города, в том числе событийные площадки и развитие бизнеса. Одна из главных целей Конгресса – приобретение связей. Помочь в этом могут не только официальные переговоры, но и неформальные встречи. Например, Спартакиада, на которой бизнесмены будут соревноваться с командами министерств, отвечающих за сектор МСП. Еще один, абсолютно новый формат взаимодействия – ночь предпринимателя с возможностью выиграть грант. Предприниматели разделились на команды, решали бизнесовые кейсы, предлагали свои решения, как можно вести переговоры деловые, какие варианты финансирования могут быть для бизнеса. Жюри оценивало их предложение, их выступление, соответственно, команда «Победитель» получила 100 тысяч рублей. Сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства задействовано почти 400 тысяч человек. Несмотря на разного рода сложности, открыть свое дело стремятся многие. Изучают разные варианты поддержки со стороны государства, пытаются выигрывать гранты. Как отмечают сами предприниматели, стало больше возможностей для получения помощи и улучшения бизнеса. В этом году на развитие этого сектора экономики в регионе в целом заложили около миллиарда рублей. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. По подозрению в контрабанде наркотиков в Рубцовске задержана 33-летняя жительница одной из стран Центральной Азии. Доставить. Вот это что? Женщина пыталась пересечь границу поездом Новосибирск-Бишкек, но была задержана сотрудниками пограничного управления ФСБ России совместно с транспортной полицией. Во время досмотра оперативники изъяли у нее полиэтилиновый пакетик с порошкообразным веществом. Да и сама женщина была с признаками наркотического опьянения. Со слов подозреваемой, наркотик она приобрела в Новосибирске через тайник-закладку. Как подтвердила последующая экспертиза, женщина перевозила мефедрон массой около грамма. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по факту покушения на контрабанду наркотических средств в значительном размере. На период расследования уголовного дела гражданка заключена под стражу. Вновь избранный ректор Алтгу Сергей Бочаров выдвинул свое предположение, почему до выборов в университете из пяти кандидатов дошло всего два. Он и Роман Ракитин, который возглавляет колледж Алтгум. Напомним, накануне Бочарова большинством голосов переизбрали на второй срок. Подробнее в материале Ирины Корчагиной. Спокойно и без страстей. Именно так прошли выборы на пост ректора Алтайского госуниверситета. Абсолютное большинство задействующего ректора Сергея Бочарова – 174 голоса. За второго кандидата Романа Ракитина – 52 голоса. И это вряд ли было интригой. Изначально свои кандидатуры на должность ректора выдвинули пять человек. Но по каким-то причинам трое из них не прошли аттестацию в Министерстве образования. В мотивах у Министерства могло быть, что если университет работы добивается результатов, то, конечно, можно поддержать действующего руководителя и сократить количество кандидатов дополнительных. Потому что понятно, чем больше кандидатов, тем, естественно, возникает для разных рискованных ситуаций больше событий. Судя по всему, определенного авторитета за свой первый срок Сергей Бочаров добился. В начале этого года ученый совет дал удовлетворительную оценку его работе на очередном отчете. И по словам нового старого ректора, университеты государства слишком много в него вложили, чтобы отказаться от второго срока. Что касается единственного конкурента Бочарова Романа Ракитина, который 7 лет возглавляет колледж АГУ, амбиции для еще одной попытки стать ректором у него есть. Я для себя очень многое понял за полгода подготовки к данной процедуре, ведь она была достаточно длительная. Это и развитие собственных компетенций, подготовка программы развития и участие в том самом отборе. Поэтому только все начинается, через 5 лет, если что, еще пока. Но пока следующие 5 лет вузом будет руководить Сергей Бочаров. По его словам, он полон сил и понимания, что нужно делать дальше. У нас есть ряд, скажем, намерений провести трансформацию в области образования, в области научной политики. У нас необходимо развивать международную деятельность. Ну, естественно, это система управления кадром. Кстати, по словам коллег Бочарова, во время первого срока он достаточно закалился в систематическом противостоянии со своим бывшим наставником. Речь идет о бывшем ректоре и президенте АГУ Сергею Землякове. Что ж, предстоит принимать сложные решения, прислушиваться к коллегам и быть у руля университета, за которым стоит 21 тысяча человек, и ежегодный оборот – более 2,5 миллиардов рублей. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Парад колясок пройдет в Барнауле в День защиты детей. Такое мероприятие не проводили в краевой столице 10 лет. Но по инициативе Министерства соцзащиты населения края в год семьи решили возродить. Принять участие в параде смогут семьи с детьми в возрасте до 7 лет. Для этого нужно всего лишь украсить свою коляску. Желательно самым необычным образом. Сейчас организаторы принимают заявки на участие в параде колясок. Регистрация проводится на сайте Краевого министерства соцзащиты. Всего 5 номинаций «Маленький патриот». Украсить коляску нужно в патриотическом стиле. Суперсемейка. Главное условие наличия не менее 4 членов семьи, которые будут одеты в едином стиле. Третья номинация «Куда хочу, туда кручу». Для велосипедистов и самокатчиков, чьи транспортные средства должны быть оформлены в виде пожарной машины или ДПС. И еще одна номинация «Коляска из сказки». И пятая «Экологично-экономично» для оформления предлагают использовать материалы природного происхождения. Я думаю, что ожидать нам стоит яркого события. Если у вас дети уже выросли, то есть это дети до 7 лет по положению у нас участвуют. Если ваши дети выросли, я все равно вас приглашаю в парк «Центральный». Там будет в целом большая, хорошая программа, посвященная Дню защиты детей. Ну и посмотреть на это яркое шоу. Соответственно, для детей мы там и игровые моменты будем планировать, и ростовые куклы у нас будут. То есть будет в целом интересно, весело. Ну и совместно провести время с детьми, с родителями. Мне кажется, что это замечательный повод еще раз побыть вместе всем. На парад уже зарегистрировалось 30 человек. Число участников не ограничено. Пройдет парад «Колясок» 1 июня в 11 часов в парке «Центральный». А у меня на этом все. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Если у вас есть интересные и актуальные новости, звоните. Через несколько секунд о погоде, мира и добра всем. До встречи. Продолжение следует...